Йоу, здорово ютуб, это вторая часть всех врагов Бэтмена, если ты еще не посмотрел первую часть этого видео, обязательно сделай это, ссылка будет в верхнем правом углу, а также в описании, а еще не забудь поставить лайк этому видео, погнали! Музыкальный мастер, злодей, который умеет управлять людьми через свое пение, был придуман для мультисериала про Бэтмена, своими силами может заставить злодеев и героев петь, танцевать и выполнять его приказы. Черная манта, многие могут помнить его по фильму Аквамен от DC, безумный суперзлодей, одержимый жаждой хаоса и масштабных разрушений, главной его целью является захват мирового океана, носит на себе кибернетический темно-синий костюм, помогающий ему выживать под водой, а также умеющий стрелять плазменными зарядами. В своих преступлениях чаще всего используют взрывные устройства, был одним из самых злейших врагов Аквамена, но вскоре стал и официальным врагом Бэтмена, так как не раз сталкивался с ним, является одним из пациентов психиатрической больницы или лечебницы Архам. Как вы уже поняли, в комиксах DC аналогов Бэтмена было достаточно много, так вот, одним из них является Человек-сова, персонаж и злой аналог для Бэтмена, полагая, что есть породы сов, что едят летучих мышей. Человека-совы происхождение аналогично Бэтмену. Оулмен, это действительно Томас Уэйн-младший, он является действительно самым младшим братом Брюсо, правда из альтернативной вселенной. Соломон Гранди, зомби, суперзлодей, назван так в честь героя детской считалочки. Гранди был противником зеленого фонаря золотого века комиксов Алана Скотта, однако спустя какое-то время он стал довольно частым противником таких персонажей, как Бэтмен и Супермен. История этого персонажа тоже есть на моем канале. Следующий на очереди, профессор Пик. Появлялся, кстати, в одном из сериалов по комиксам DC, Готэми, известный своей навязчивой идеей превращения людей в идеальные существа. Профессор Пик уверен, что люди должны быть избавлены от уникальности, чтобы стать совершенными. Своим жертвам он делает лоботомию мозга, в ходе которой он садически использует беспроводные дрели, молотки и ледорубы для выполнения операций на головном мозге. Это, наверное, один из самых странных персонажей и безумных из тех, что встречал Бэтмен. Вот мы дошли и до Харли Квинн. Многое же их связывает с Бэтменом. Изначально она была личным лечащим врачом Джокера в психиатрической больнице, позже влюбилась в него, а затем стала его помощницей. Такой же безумной, как и он. Злодей со странным названием. Сорока, настоящее имя ее Маргарет Пай, была осмотрительницей музея, которая свихнулась от того, что ей нельзя было забрать домой все красивые блестящие камушки, которые хранились в нем. Сорока начала красть драгоценные камни и заменять их взрывоопасными подделками. Она была убита белой акулой, после чего вернулась во время темнейшей ночи в виде живого мертвеца. На экранах она мелькала только в мультисериале «Берегись Бэтмена». Синий Бэтмен. В альтернативной вселенной существовал Синий Бэтмен, который был преступником. Он носил такой же костюм, как у Бэтмена, только синим оттенком. Он не раз сражался с настоящим Бэтменом. Следующий злодей Азраил. Впервые появился в комиксах в качестве врага Бэтмена, но постепенно стал его союзником и героем. Азраил – воин Ордена Святого Дюма. Это звание обычно передается по наследству. Следующий на очереди Эдуардо Фламинго. Эдуардо Фламинго – больной ублюдок, с большой вероятностью созданный под впечатлением от Дон Кихотов до Фламинго из Манги Ван Тайс, но не дотягивающий до него по своей эпичности. Фламинго – садист-гурман. Убив жертву, он отрезает и съедает ее лицо. Фламинго был убит Джейсоном Тоддом, но после флэшпоинта появился вновь. Злодей по имени Щитоморт. Ядозуб или Змей. У разных авторов названия по-разному. Это один из несерьезных злодеев Бэтмена. Он довольно мелкий и слабый. Злодей под названием Тюремщик. Впервые появился в мультисериале про Бэтмена, и уже потом его адаптировали под комиксы. Лайл Болтон – его настоящее имя. Бывший начальник охраны в лечебнице Архэм. Решил стать антигероем, наподобие карателя. На работе он пытал и мучил пойманных суперзлодеев. А когда его уволили за превышение полномочий, он начал их убивать. Постепенно он сам стал самым настоящим суперзлодеем. Суперспособностей у Болтона нет, а зато есть много оружия, отличные навыки, рукопашного боя и весьма неплохая для человека сила. Убийца Крок. Враг Бэтмена. Парнишка с темно-зеленой кожей. Уэлсон Джонс с детства страдал редким заболеванием кожи – ихтиоз. С возрастом она все больше походила на чешую рептилии. И в конце концов, он превратился в крокодилообразное создание. В следующей на очереди Светляк. Пример того, как резко может измениться персонаж после перезапуска вселенной. Изначально он был почти безобидным иллюзионистом, который использовал для преступлений всякие фокусы с дымом, зеркалами и лампочками. Однако, когда вселенная была перезапущена кризисом на бесконечных землях, Светляк стал чокнутым пироманом. Он не просто увлекся поджогами, огонь стал его манией. Линцу казалось, что он видит в огне разные видения. Он вооружился огнеметом и кучей зажигательных гранат и стал значительно более внушительным. Линц неоднократно сотрудничал с мистером Фризом. Также предоставил Бэтмену много неприятностей. Следующий на очереди – Электрический Убийца. С ним все неоднозначно. Он не самый известный злодей, но при этом успел наводить дел не меньше, чем иные эпические гады. Лестер Бучинский начинал с карьеры антигероя, но быстро скатился в злодейство, как это бывает. Этот персонаж не обладает какими-то суперсилами. Он использует костюм, который способен генерировать электрические разряды. Хаш, Доктор Томас, Эллиот, Томми – друг детства Брюса Уэйна. Он тоже родился в богатой семье. Два мальчика часто играли вместе. Томми учил Брюса думать, как его противники, и использовать свои способности против них. Чтобы победить, это окажется полезным, когда Уэйн станет Бэтменом. Однако, в отличие от Уэйна, Эллиот ненавидел своих родителей, презирая как своего властного и грубого отца, так и свою слабую и болезненную мать. Со временем Эллиот стал суперзлодеем и взял себе прозвище Хаш. На десерт осталось еще несколько персонажей, которые довольно малоизвестны. И я просто хочу озвучить их имена или прозвища. Человек-зебра Черная маска Чрево-вещатель Тропичная кукла Саймон Хёрд И убийца-мотылёк Что ж, на этом будем заканчивать. Ну а если тебе понравился видос, ты знаешь, что делать – ставить лайк и подписываться на канал. Я очень стараюсь над своим контентом и буду рад, если вы поддержите меня. Всем покедова!